Разговаривали двое. Голоса тонкие и погуще звучали взволнованно. «Если дома не станет, — пищал один, — нас не станет тоже. Куда мы денемся? Мы не можем. Не можем, не можем, — передразнивал второй. А что делать? Что предпринять? Раньше нужно было думать. О чем? Ничего не должно было случиться. Триста лет и три года ничего не менялось, а тут такое. Если бы пораньше, если бы сразу сокрушался Писклявый, мы бы подготовились. Что угодно можно отдать, лишь бы время вернуть. Пустая болтовня. Что отдать? Да и что мы можем сделать? Отраву ему подмешать? Да хоть бы отравы, — воинственно пищал первый. За этот дом ничего не жалко. Собеседники помолчали. А если не жалко, — осторожно начал второй, — то я тут кое-что измыслил. Что? Что? Погоди, расскажу. Нам же не просто так. Нам надо, чтобы никто, ни одна живая душа не заподозрила, что мы в этом замешаны. Это да, это чистая правда. Так вот, мы сделаем все чужими руками. А как? Как? Да погоди ты. Надо бы на все обставить так, словно нас нет и не было. Первый тоненько захихикал. Так нас ведь и вправду нет. А были? Нет ли? Какая уж теперь разница? Василий Васильевич Меркуриев из окна машины смотрел, как ноябрьская Балтика катит тяжелые ртутные волны до самого горизонта, до неба. Песчаные пляжи залиты серым дождем. Должно быть, летом этот песок бывает веселым, солнечным, горячим. Должно быть, на нем приятно валяться и ходить, загребая его босыми ногами. Сейчас он был весь исхлестан дождем и ветром, и трудно вообразить, что на этих берегах возможны лето и солнце. Василий Васильевич вздохнул. Дорога все время шла по берегу моря. Лишь иногда разросшиеся деревья скрывали его от глаз, но гул, тревожный, неумолчный гул осеннего моря, никуда не исчезал. Заполнял собой весь мир, и в голове у Василия Васильевича тоже шумело море. «Первый раз у нас?» – спросил водитель, поглядывая на пассажира в зеркало заднего вида. «Время уж больно неподходящее для отпускников-то». «Не первый», – сказал Меркурьев. «Я каждый год тут». «И все в ноябре?» – удивился водитель. «Осенью, да», – подтвердил пассажир. «Я летом отпуск не беру». «Чего это?» Пассажир опять уставился в окно. «Я работаю в Бухаре на газовой станции. Газопровод через пустыню тянем», – пояснил он. «Так от жары это и окочуриться можно, веришь, нет?» «Как в апреле начинается каждый день 40 градусов, так жарит до октября, и ни одного дождя. В октябре 25 – это уже подарок судьбы. Поэтому я в отпуск только по осени и только на холодное море езжу. Отдохнуть малость». «Да», – сказал водитель с сочувствием, – «тогда понятно». «Ну, у нас тут дожди каждый день, наслаждайся». Бухарец кивнул. «А чего в глухомань-то такую? Твоя гостиница – это ж дыра захолустная. Полтора часа, едем никак не доедем. Вроде нефтяники народ не бедный, можно себе позволить». «Да какой я нефтяник», – возразил Бухарец. «Я инженер на газопроводе». «И чего, нормальную гостиницу не мог снять? Вон, хоть в Светлогорске. Там, по крайней мере, культурный, ездя пивка попить, ездя пройтись с барышней под ручку. Чего тебя в самый глухой угол-то несет?» Василий Васильевич опять вздохнул. Оправдываться перед водителем ему не хотелось, но он чувствовал, что должен. «Я картинки в интернете посмотрел, мне понравилось», – сказал он. «И море прямо под окнами, и маяк, и буковая роща. Маяк не действует уже сто лет». «Так ведь и я не пароход, какая мне разница, действует, не действует. Главное, красиво». «Красоту, значит, любишь», – заключил водитель. «Люблю красоту», – покаялся Василий Васильевич. «И пустыне надоело, хочу, чтоб море и лес и дождь». Водитель покрутил головой, чудно. «Ну, получай свой лес и дождь, вон, гостиница твоя». Трехэтажный, узкий, как готический собор, старый немецкий дом с двумя круглыми башенками и черепичной крышей почти терялся на фоне буйных красок осеннего леса. К нему вела узкая дорожка, засыпанная красным гравием. Дорожка петляла по лугу, обходя ручей, и у самой решетки пересекала его по горбатому каменному мостику. Ворота стояли настежь, и похоже было, что они никогда не закрываются. «Поселок с той стороны», – продолжал водитель. «На тот случай, если в лесу сидеть надоест. Там и кафешка есть, и ресторан-бэккер приличный, и продовольственные водочки взять». Василий Васильевич смотрел в окно и кивал. «Остановка автобусная в километре, можно и до Клининграда доехать. А хочешь меня вызывай, я тебе телефончик оставлю. Слышь, бурильщик?» «Оставь», – согласился Меркуриев. Шурша шинами по красному гравию, машина подъехала к островерхому дому и остановилась. Водитель заглушил мотор, и сразу стало слышно, как дождь барабанит по крыше, как шумит лес, и гул моря тоже надвинулся, словно расширился. Василий Васильевич вылез из салона, накинул капюшон и выудил из заднего кармана джинса в кошелек. Водитель уже поставил под чугунный козырек две его сумки. «Ну, бывай, бурильщик! Соскучишься, звони, не стесняйся, покатаю!» Василию Васильевичу хотелось, чтоб он поскорее уехал. «День добрый!» – пробасили у него за спиной, и бабахнула тяжелая дверь. «Мы вас ожидаем. Самолет опоздал». «Ехали долго», – Меркурьев повернулся. Крепкий краснолицый старик в вельветовых брюках и твидовой куртке с кожаными заплатами на локтях протягивал руку. Вид у него был приветливый. «Виктор Захарович, хозяин гостиницы». «Вы, стало быть, мой гость? Добро пожаловать!» «Меркурьев, Василий Васильевич». Гость тоже протянул руку. Твидовая куртка и вельветовые брюки его поразили. Хозяин выглядел точь в точь, как английский помещик. «Из Бухары». «Живете там?» «Работаю. Уже два года». «Ну, расскажете», – неожиданно заключил хозяин. «Пойдемте под крышу, холодно сегодня. Того гляди, снег пойдет». И взялся за сумки. «Да я сам». Одну сумку Меркурьев отбил, а вторая осталась у старика, который все повторял, что обслуживание у них на высоте. Двойная тяжелая дверь открывалась в вестибюль, где было полутемно из-за деревянных стенных панелей и закопченных балок на потолке. Возле единственного узкого и высокого окна с витражом помещались два кресла и столик. На столике лежали какие-то журналы и книжка страницами вниз. Широкая чугунная лестница с поворотом вела на второй этаж. Под лестницей стояла цветочная подставка, в ней разноцветный лохматый букет астры. По левой стене зияла огромная пасть камина с наборной полкой разноцветного мрамора. Василий Васильевич вновь удивился, как и твидовой куртке. Он никогда не видал каминов в прихожих. Лестница неожиданно загудела, вздрогнула, и по чугунным ступенькам скатилась девица. И гости хозяин, задрав головы, уставились на нее. «Красивая девушка», — подумал Меркурьев. «Виктор Захарыч», — закричала девица, — «интернета опять нет? Что такое, а?» «Должен быть, Кристина!» «Должен, а нету!» «Где Стас?» Хозяин подтолкнул Меркурьева к лестнице. «Познакомьтесь, молодые люди. Кристина, это Василий Меркурьев, приехал к нам погостить из Бухары». Девица уставилась на гостя. Глаза у нее были темные и любопытные, как у мыши. А Кристиночка здесь, в Калининграде, учится в университете. Будущий историк. «Фу, как вы скучно говорите, Виктор Захарыч!» Фыркнула девица и с лестницы протянула Меркурьеву руку, как для поцелуя. Он подошел и осторожно ее пожал, удивившись перстню. На безымянном пальце у девицы было диковинное кольцо с огромным зеленым камнем. «А что вы там делаете в Бухаре? Работаете в медресе?» «На газопроводе», — сказал Меркурьев и отступил от лестницы на безопасное расстояние. Девица показалась ему очень бойкой. «Все, кто работает на газопроводе, — провозгласила девица, — должны отдыхать в казино Монте-Карло. А интернета нет у Виктора Захарыча. И Стаса тоже нет». «Я точно не знаю, Кристиночка, но, по-моему, он катается на велосипеде». «В такую дождину?» — ужаснулась Кристиночка. «Ну, бог ему судья. Тогда я сервер сама посмотрю. Может, его просто перезагрузить надо, а?» «Сколько хотите», — решил хозяин. «Пойдемте, Василий Васильевич, провожу вас в комнату». Узкий коридор привел их в просторную гостиную, окнами смотревшую на море. Стеклянные двери с чугунными запорами выходили на залитую дождем лужайку. Меркуриев подошел и посмотрел. Слева был мокрый буковый лес, о котором он так мечтал в пустыне.